Приветствую всех, кто у нас на Твиче. Твич у нас на данный момент основная платформа. Еще раз объясняю для тех, кто это может быть будет потом смотреть на Ютубе. У меня подписан контракт с Твичом, по которому все, что я делаю в лайве, происходит на Твиче и на Ютубе и на любой другой платформе, абсолютно на любой другой. То, что я выкладываю, делаю онлайн, можно выкладывать спустя 24 часа после окончания. То есть это может быть Ютуб, это может быть аудиоподкаст платформы и все, что угодно. Но эксклюзивно 24 часа, а это должно оставаться на Твиче. Собственно, этим я и занимаюсь. Я занимаюсь с начала июня, мы смотрели вместе чемпионат Европы, обсуждали, смотрели товарники Локомотива, обсуждали, смотрели Суперкубок. И вот, наконец-то, мы смотрим, посмотрели первый матч первого тура российской премьер-лиги, Локомотив-Арсенал, и вот его сейчас будем обсуждать. Обсуждать будем в абсолютно привычном формате, поэтому если вы хотите задавать вопросы, регистрируйтесь на Твиче, подписывайтесь, ставьте колокольчик, вам будут приходить оповещения. Плюс я оповещаю еще и в Твиттере, если какие-то такие вот значимые важные трансляции проходят, я пишу еще оповещалки в Твиттере. В Телеграме есть плюс-минус более-менее полный анонс этих стримов. То есть вот я сегодня написал, что сегодня будем смотреть матч Казанки, мы его посмотрели полностью, матч Локомотив-Арсенал посмотрели полностью, и затем будем обсуждать его в 22.30, ну чуть-чуть попозже я пришел, 22.50. А завтра, например, я планирую посмотреть матч ЦСКА Уфа, точно так же вот только уже без эмоций, как сегодня, когда я орал на монитор, и на Федора Смолова, и на штанги с перекладинами, и вообще на все на свете, и пообсуждать в целом тур Российской Премьер Лиги, что мы увидели, что интересно в сегодняшнем, например, матч параллельный Рубин-Спартак, в котором Рубин победил. Вот завтра можно это обсудить. Я знаю, что многие интересуются российским футболом не только в контексте Локомотива. Постоянно какие-то вопросы возникают и по российскому футболу. Вот завтра есть возможность это все с вами обсудить. Плюс к этому, не забывайте про то, что есть Бусти. Вот ссылочка есть на Бусти. Сегодня я в Телеграме сделал пост про то, что у нас произошло на этой неделе, точнее в пятницу. Сейчас я еще обо всем этом буду отдельно рассказывать, но текстом написал об этом в Телеграме, но гораздо более полный формат, в гораздо более полном это вышло на Бусти с какими-то такими рофло-историями. Тоже о них сейчас расскажу, но вот если хотите быть в курсе, то можете подписываться на Бусти. Может быть туда еще и отдельный ролик запилю с обзором непосредственно сегодняшнего матча. Ну посмотрим, да, как будет по времени, как будет по желанию. Вот, ну теперь я вижу, что все... Вижу, что все собрались, вижу, что все готовы начинать, поэтому давайте начнем издалека, начнем как раз вот с тех событий, которые прошли на этой неделе, которые прошли непосредственно перед матчем. Событий очень много, и все почему-то сконцентрировались с пятницы по субботу. В пятницу Локомотив выкатывает, наконец-то выкатывает долгожданную информацию о том, кто будет помощниками рангника в новосоздающемся спортивном отделе. И там три фамилии, плюс фамилия человека, который будет заниматься реорганизацией всего этого отдела. Про рангника все известно, все понятно. И судя по всему, и все косвенно указывает на то, что рангник это человек, который более-менее осуществляет общий контроль за тем, что происходит в спортивном блоке, направляет, показывает людей, с которыми он хотел бы работать и так далее. Но при этом, в общем-то, основная его деятельность будет происходить где-нибудь там в Германии, где он проживает. В Москве, скорее всего, он будет наездами. Не знаю, вот, например, был ли он на этом матче с Арсеналом. Подозреваю, что мог и не присутствовать. Но у него будут работать его правые и левые руки, которые будут непосредственно заниматься какими-то определенными вещами. Одна из этих рук была анонсирована уже давно. Это Томас Цорн, одиозная личность. Я много пытался найти информации по Цорну от каких-то спартаковских источников, за что же вот у него такая вот репутация какого-то совершенно никудышного человека. Но когда дело имеешь со спартаковцами, понять это вообще невозможно. Они ненавидят вообще все, что связано со спартаком, кроме, наверное, Массимо Каррера, которым чемпионство привез. Да, то есть до этого был Асхабадзе, и как только появилась фамилия Асхабадзе в контексте локомотива, сразу пошел просто какой-то вал негатива. О, Асхабадзе, о, это очень плохо, это отвратительно, это ужасно, ужасный управленец, ужасно вообще все. Начинаешь спрашивать, а что, ну, есть какая-то конкретика? Да не, ну он просто вообще отвратительный, он плохой, он ужасный. Ну как, ну, то же самое под Сорном. Под Сорном есть конкретика с ребятами, которые были в агентстве Томаса Сорна, которые каким-то волшебным образом оказались в самом Спартаке. И эта история, конечно, крайне неприятно выглядит и крайне мерзко выглядит, но она больше говорит, наверное, о наблюдательном совете Спартака, кто там руководит и следит за всем этим, потому что пресечь это можно было, ну, просто щелчком пальцем. Но, видимо, всем было настолько наплевать, либо, ну, я не знаю, все это видели. Вот. При этом, когда смотришь на трансфер Спартака при Цорне, там видишь достаточно именитых и достаточно молодых футболистов, которые пришли в Спартак, в том числе и сейчас составляют его основную огневую мощь. Все, что я слышал от Цорне, говорит о том, что он неплохой организатор, такой вот технический организатор, каких-то товарищеских матчей, сборов, просто каких-то мероприятий. Вот этими вещами он занимался всю свою жизнь, пока его не позвали в Спартак. В Спартаке он там накуролесил, напокупал на миллионы евро, пристроил своих ребят и после этого свалил, в общем-то, тоже непонятно почему и зачем, да. То есть в какой-то момент Федуну надоело, что судьи со Спартаком плохо работают, и он свалил это на Цорна. Окей, ладно, но это Спартак. Если Цорну не давать возможности приводить каких-то левых людей в локомотив, то, в общем-то, не вижу вообще ничего плохого в Цорне. Я, по крайней мере, так и не смог накопать, чем же он плох, да, там, нужно было организовать какие-нибудь сборы, сборы сорвались. Вот это плохой пример руководителя. Нужно было что-то сделать, это не было сделано. Вот плохой пример руководителя. Как Кикнадзе, да, плохой пример руководителя, когда нужно наладить взаимодействие с болельщиками, он с ними еще сильнее ругается. Про Цорна ничего не могу сказать. Тем более, что с позиции генерального директора уходит на позицию такую чисто техническую. Второго человека, которого представили, это Хорхе Иван Мартинос Рентерия, человек, который будет отвечать за научную работу, за научно-медицинский штаб. Не знаю, как точно конкретно называется эта должность. И чем конкретно будет заниматься штаб, там все, все вот это письмо написано отвратительным, ужасным просто языком, который невозможно читать, и еще сложнее понять, что уже там написано. Но научный штаб — это то, что Рангник строит во всех своих клубах, во всех своих командах. Он гик научной работы, все у него записано, все у него подвергается исследованиям. Я смотрел несколько интервью, которые есть на YouTube с Рангником, и везде он примерно начинает об одном и том же говорить, о том, как важно все максимально систематизировать, провести научно-исследовательскую деятельность, о том, что, ну, например, в одном из интервью, прямо вот оно чуть ли не начинается с этого, что вот у тебя есть 15-20 спортсменов, которые должны показывать максимальные свои возможности в день матча. Но в большинстве клубов не контролируют, что они едят. Да, то есть, по сути, все 25 спортсменов, которые абсолютно разные по своему строению, по своей там биохимии, они просто приходят в столовую, там здоровая пища и все такое, но они едят то, что им бог на душу положил. И это, типа, максимально неправильно, потому что у каждого спортсмена есть тот единственный набор пищи, тот единственный набор элементов, которые нужны конкретно ему, чтобы его организм вышел на пик своей мощности. И вот, типа, для каждого футболиста должно быть составлено индивидуальное меню. Вот, вот все вот в таком духе в рангниковских командах возведено в абсолют. К сожалению, я не нашел никакой информации про Хорхе Ивана Мартинеса Рентерио. Сам локомотив дал то, что это выпускник Беркли, и есть один Хорхе Иван Мартинес Рентерио, который занимался в Беркли, и есть пара страниц, которые описывают его как члена олимпийской команды Мексики по бегу на 100 метров, но когда начинаешь проверять эту информацию, благо по легкой атлетике очень много информации, ты понимаешь, что написано полная чушь, что результат 9.97 в мексиканской команде никто никогда не показывал, что ни на какие олимпийские игры атлеты-стометровочники от Мексики не отбирались, и все такое. То есть, что там написано, непонятно. Есть один Иван Рентерио, который занимается в Калифорнии, как раз там, где находится этот университет, научной деятельностью. То есть, у него большое количество научных работ, в том числе связанных со спортом, с медициной в спорте, и очень похоже, точнее, это не университет в Калифорнии, это университет в Мексике, какой-то там, ну, типа, филиал калифорнийского университета. И вроде как это он, но, опять же, никакой связи его с футболом, с Каринтинсом, с Ливерпулем, с Палмейросом и с другими командами, которые он перечислял, мне установить не удалось. Сегодня было интервью с ним, в котором он рассказывает, что, ну, типа, когда звонит рангник, ты понимаешь, что все это максимально серьезно, и здесь будет строиться какой-то большой проект, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хочется верить, хочется надеяться, что такая работа действительно будет построена. Ну, я думаю, что ничего подобного в Локомотиве, в принципе, в российской премьер-лиге сделано не было. Сделано раньше никогда не было. Далее было сказано, что кроме этого, вместе с рангником будут, ну, точнее, далее рангником будут наняты еще люди, которые составят некий трансферный комитет, как я это назвал для себя. То это отдел, который будет следить за ключевыми чемпионатами, следить за всеми молодыми, и не только молодыми футболистами, которые могут быть интересны Локомотиву, будет налаживать связи с ключевыми клубами, куда, наверное, можно было бы отдавать своих игроков в аренду. И вот все в таком духе. Это очень позитивно. Хочется, чтобы поскорее этот отдел был создан, потому что сейчас мы покупаем таких футболистов, как Тин Едвай, и у меня есть большие вопросы по этому трансферу. Третья личность, которая была объявлена, это Евгений Меркель. Причем, ну, новость построена так, что очевидно, что Евгений Меркель не является членом команды рангника. То есть он приходит отдельно от них, а я полагаю, что он, скорее всего, и позвал вот эту всю братью. Штерангник — это бывший председатель Совета директоров Витеса, президент Витеса, человек, которого Абрамович поставил к этому клубу для того, чтобы можно было Челси и Витес наладить взаимосвязь. И в целом, ну, я лично доверяю Абрамовичу в плане выбора футбольных людей. его вот футбольные проекты, они всегда очень качественные, и люди, которые там появляются, они всегда тоже очень и очень адекватные, и вещи, которые они делают, тоже достаточно адекватные. Сам Меркель специализируется на том, что, опять же, из того, что я нашел в интернете, специализируется на том, что помогает другим бизнесам выстраивать свою структуру для того, чтобы быть успешным. Да, то есть он когда-то построил бизнес, стал богатеньким и успешным бизнесменом с отличным образованием, там, несколько крупнейших университетов мира, и теперь помогает консультировать другие бизнесы, как им выстроить свою структуру для того, чтобы быть максимально эффективным и успешным. В общем-то, примерно то, что локомотиву и нужно. По всему у меня создается впечатление, опять же, Меркель, это человек, который с локомотивом, судя по всему, с января, как плутник пришел, так и подогнал Меркеля себе в помощники, и очень часто Меркель светился на различных мероприятиях, в том числе на представлении программы, стратегии локомотива, которую представляли болельщикам. Меркель на ней, насколько мне известно, тоже был и как раз ее презентовал. И судя по всему, он же ее и разрабатывал, а если верить спортивному спортэкспрессу, то не просто разрабатывал, а опрашивал кучу людей, связанных с локомотивом, в том числе и тех, кто локомотив покинул, например, Эрик Штофельхаус. Ничего не могу сказать по этому поводу. В целом у меня ощущение того, что Меркель шарлатан не возникает, но, наверное, в основном потому, что это человек, который занимался Витесом под 6 лет под пристальным взглядом Абрамовича, а у Абрамовича шарлатаны особенно не задерживаются. Если бы не было вот этого факта, просто какой-то Меркель спустился с небес, наверное, у меня бы наоборот было впечатление, что, походу, Плутник нашел себе какого-то Мироптена, как до этого находил себе Кикнадзе. Но посмотрим. Главное, что я уяснил себе, это то, что результатов деятельности вот этой вот всей движухи Рангниковской можно ожидать, наверное, только через полгода. Сейчас будет очень долгий период строительства и налаживания процессов. А вот то, что будет происходить здесь и сейчас, это скорее вот сиюминутные наработки там Леонченко, Плутника, Самедова, не знаю, кого-то еще. И ладно, раз уж мы начали, да, то сегодня объявили о первом реальном приобретении. это Тин Едвай, хорватский защитник, правый защитник, левый защитник, центральный защитник, в общем, чел, который может сыграть на любой позиции в обороне и, в общем-то, не так давно как раз играл на всех этих позициях в Аугсбурге за один сезон и левым, центральным и правым поиграл. Я не знаю, зачем Локомотиву нужен центральный защитник. Я видел вопрос, спасибо большое за фолло, спасибо огромное. Я видел вопрос про то, зачем Локомотиву защитник и сегодня я задавался этим вопросом, глядя на первый тайм матч Локомотив-Арсенал. Я смотрю и думаю, вот вы только что представили Тина Едвая и я вижу команду, которую вообще никто не атакует. Вот нам точно нужен центральный защитник, а не человек, который в атаке поможет решать вот ту массу моментов, которая у нас возникает. Но центрального защитника очень просил Марко Николич, в каждом своем интервью он упоминал, что ему нужен центральный защитник и опорник восьмерка. На данный момент у нас центральный защитник есть Мурила, есть Пабло, есть Станислав Макеев. Это вот три центральных защитника, для которых эта позиция достаточно профильная. В теории на позиции центрального защитника может сыграть Баринов и Крыховик, они играли в локомотиве на позиции центрального защитника нерегулярно, но периодически. И есть люди, которые ну Ненахов тоже теоретически может сыграть центральным защитником. И есть молодежь, которая в общем-то показывает достаточно неплохой уровень игры для того, чтобы ну закрывать какие-то дыры в какие-то определенные моменты матча. Артур Черный, Бакоев Марат и совсем уж молодые там Иваньков, Морозов, кто там еще, не важно. Ну купили. Едвая, я ну мы уже разговаривали о Едвая на предыдущих стримах, показывал я его статистику, у него был достаточно неплохой сезон в Аугсбурге, но проблема в том, что это единственный фактически более-менее полный сезон Едвая к 25 годам. Все, что у него было до этого, это там 4, 8, 15 матчей, 10 матчей, ну в общем совсем немного матчей, и это пугает. Одна из главных слабостей Тины Едва это игра головой, это признают все, это по статистике видно, что он вступает в маленькое количество процент из них выигрывает. Для центрального защитника это совсем странно, это очень плохой показатель для центрального защитника, тем более в нашей лиге, где большое количество навесов, где есть люди, которые со второго этажа любят забивать. Наиболее интересное использование Тины Едвая на флангах, на правом фланге обороны, на левом фланге обороны, но кажется, что мы туда укрепили, позиции, купив Нинахова, у нас есть Рыбчинский, у нас есть Сельянов, есть Живоглядов, есть Рыбусь, ну то есть вроде как серьезного усиления на фланге обороны нам не требуется. И в целом, в целом, когда я смотрю Едвая, я не очень понимаю, кого из состава он прям должен вытеснить. Мы потратили на это 4 миллиона евро, извините. Сумма для Локомотива пускай и не самая большая, но не то, чтобы мы привыкли разбрасываться гораздо большими деньгами, да, у нас там Камано 5,5 миллионов, Зелуиш 5,5 миллионов, ну, люди приходят, 4,5 миллионов, 6 миллионов может быть, не очень много, то есть едва это вот вполне себе вписывается. Но кого он должен вытеснить из состава, я не очень понимаю. Вытеснит ли он Мурила, так а что тогда с Мурила делать? Вытеснит ли он Пабло, так Пабло вроде неплохой защитник, странная история, вытеснять Рыбчинского на правом фланге, сегодня Рыбчинский выдал потрясающий матч, выдающийся матч, да, конечно, Рифа Джамалединов это лучший игрок благодаря двум голам и голевой передаче, но у Рыбчинского просто выдающийся игра сегодня была во многом и это его активность обусловила то, что мы в итоге победили. В общем, не знаю, как-то очень спорно, да, мы укрепили линию обороны, да, теперь за нее совсем не страшно, слава богу, выпадет Рыбус, есть Тин едва, и выпадет Рыбчинский, есть едва, и выпадет Пабло, есть едва, ничего страшного, но как-то ощущение, что проблема локомотива вовсе не в обороне, и с обороной мы кое-как бы еще протянули, и, ну, купили бы едва, не знаю, там в августе, или кого-нибудь, типа едва, в конце августа, да и ладно, ну, серьезно, вот, а есть проблемы, с которыми надо справляться здесь и сейчас, одна из них, это позиция в центре поля, кого-то выпускать вместо Дани Куликова, но об этом, наверное, поговорим, когда к матчу перейду, что есть еще одна тема, в пятницу локомотив заявил о том, что матч с Арсенала пройдет без болельщиков, и, насколько я понимаю, очень много негатива это вызвало информация о том, что матч пройдет без болельщиков, причем как в сторону Роспотребнадзора, который, в общем-то, наверное, в основном и ответственен за это решение, так и в адрес самого локомотива, и в целом, в целом, я понимаю, почему это, этот негатив вызывается, однако правильного решения в данной ситуации его просто нету, когда тебе Роспотребнадзор объявляет о том, что на матче может присутствовать не более 500 болельщиков, и у тебя есть два выбора, либо каким-то образом организовать присутствие, там, не знаю, 350 человек, потому что 150 это персонал, который обязан присутствовать, да, там, футболистов человек сколько, 36, тренеров еще человек 15 на обе команды, съемочные бригады от матча, стюарды, которые должны будут присутствовать, соответственно, контролеры, и так далее, да, ну, то есть, человек 150 точно наберется обслуживающего персонала, 350 это вот зритель, а у тебя 3500, примерно, покупателей абонемента и вип-лож, и выбирать каждого десятого оттуда, а 9 десятых пролетают, ну, не знаю, эта история довольно сомнительна, можно было бы, и, наверное, стоило было бы сделать так, если бы было понимание, что в следующие, там, 3-4-5 матчей тоже пройдут только в таком формате, однако, на данный момент ситуация с эпидемией в Москве явно идет на, ну, на уболь, и вот это вот запрет Роспотребнадзора, он четко завязан на цифры, есть четкие конкретные показатели, при которых можно до 500, при которых можно до 1000, можно до 3000, можно вообще без ограничений, и вот на данный момент показатели вполне себе позволяли допускать до 3000 людей, а тенденция такая, что через неделю может быть и вообще без лимита, и тогда получается, что сегодня ты 350 человек привилегированных запускаешь на стадион, а дальше, ну, пускаешь абсолютно всех, ну, не совсем корректная ситуация, при этом я прекрасно понимаю, что оставлять команду вообще без болельщиков, это тоже, ну, неприятная ситуация, даже 350 человек способны создать, ну, какую-то такую вот эмоциональную поддержку команде, да, там, ты просто там вздыхаешь, орешь что-то, говоришь, ну, по крайней мере, не на пустой трибуне играешь, я прекрасно понимаю людей, которым неприятно вся эта ситуация, с другой стороны, мне очень понравилось, как локомотив из нее вышел, всем владельцам абонементов, он разослал письма, в которых дал несколько вариантов на то, как можно получить компенсацию за то, что они не попали на этот матч, мне эта история очень понравилась, это как раз хороший пример работы клуба, ты можешь выбрать атрибутику в клубном магазине, можешь билет на матч, сертификат на матч получить, можешь вернуть часть стоимости абонемента, можешь вернуть полную стоимость абонемента, это, ну, это просто приятно и здорово сделано, мне понравилось, плюс всем владельцам абонементов был подарен промокод на матч премьера, для того, чтобы они могли посмотреть все матчи локомотива, в том числе и сегодняшний, опять же, на мой взгляд, замечательная акция и локомотив очень достойно из нее вышел, почему все сложилось так, как сложилось, тут, к сожалению, ничего не могу сказать, ситуация с коронавирусом и с тем, как Роспотребнадзор реагирует на различные коронавирусные проявления, она выглядит довольно дикой, год назад, когда весь мир боролся с коронавирусом, мы вдруг открыли стадионы и централизованно всех на них пускали, там 30%, 50%, спустя год, когда весь мир уже более-менее поборол коронавирус, когда там английская премьер-лига допускает людей на стадионы и вообще вся Европа допускает людей на стадионы, мы вдруг их закрываем полностью, как это понять, как это объяснить, чем занималась Россия целый год, невозможно, но вот мы живем в такой реальность, очень хочется, чтобы поскорее все это закончилось, чтобы мы наконец-то смогли спокойно ходить на футбол, не думать о том, что я поеду на выезд, а меня не пустят и все такое. Вот. Далее, сегодняшний матч начался с потрясающей, еще одной потрясающей акции со стороны Локомотива, мне понравилось, как они разобрались, прошли эту историю с тем, что нельзя пускать болельщиков, но далее они сегодня сделали еще один шаг в сторону очень гордости за клуб, это то, как они поприветствовали Мишу Лусова, который, к сожалению, вынужден был закончить свою игровую карьеру, вы знаете, я обожаю Мишу Лусова, я радовался каждому появлению в стартовом составе, на позиции левого защитника, считал количество очков, которые Локомотив с Лусовым набрал, очень жалко то, что такие ребята, которые выкладывают себе без остатка, вынуждены завершать карьеру из-за проблем со здоровьем, однако на этом жизнь не заканчивается, и вся команда поддержала, Николич повесил ему медаль на шею, и в целом это выглядело очень трогательно, очень приятно, очень жаль, что это не прошло на глазах, там, не знаю, хотя бы трех тысяч болельщиков, которые бы ему похлопали, ну, я надеюсь, то, что Миша еще похлопают, Миша еще какую-нибудь акцию сделают, он все это увидит, растрогается, а с первого августа Миша приступает к работе в Академии Локомотива, это тоже очень круто и очень здорово, я на это надеялся, я это просил, это клуб, это реализовал, история потрясающая, и история, которая, вот я говорю, она позволяет гордиться клубом, я вот испытываю максимально приятные ощущения от того, что это произошло, и моя лояльность к клубу, к клубу, от этого растет, чем больше таких акций, тем больше я, моя лояльность вырастет, тем больше шанс на то, что я постараюсь прийти на один из следующих матчей Локомотива, это безусловно, безусловно круто, вот, ну а дальше, а дальше матч, матч, Локомотив, вдруг неожиданно, после провального матча с Зенитом, не только оставляет на скамейке запасных Пабло, но и меняет схему, справа налево, справа налево у нас Рыбчинский, Макеев, Мурила, Рыбус, ворота Гильер, естественно, дальше, никакого ромба, к счастью, наконец-то мы вдруг поняли то, что нету смысла играть в ромб, если у тебя нету игроков на этот ромб, два опорника, Баринов, Куликов, играли, ну, то один выше, то другой выше, ну, как, собственно, и должны играть два опорника в схеме 4-2-3-1. Я не уверен, что была схема именно 4-2-3-1, потому что они постоянно, вот, особенно верхняя тройка менялась местами, но плюс-минус было как-то вот очень похоже на это. Дальше трио атакующие, это у нас Рифаджи Малединов, это у нас Федор Смолов и Гжего Шкриховик. Ну, и атакующий, абсолютно постоянно баражирующий где-то впереди Франсуа Камано. Они все реально постоянно менялись. Местами там Федор Смолов мог в штрафную зайти или на фланг куда-то направо и уйти, Рифад в центр. Гжего постоянно куда-то подключался, но суть такая, что скорее вот эта троица была ниже, Камано был выше. 4-2-3-1. Я, ну, вы свидетели, я это просил, я это требовал после Суперкубка перестать страдать в котором наши футболисты не понимают, как играть, потому что люди, которые понимали, как там играть, они ушли из локомотива, да. Ну, если у тебя нету шестерки, человека, который классно занимается работой по отбиранию мяча, но особо вперед не бегает, так и зачем она тогда тебе нужна на поле? И вот, вуаля, сразу Дмитрий Баринов начал влиять на эту игру, так как он это делал в лучшие свои матчи раньше, да, потому что Баринов умеет играть сзади, Баринов умеет играть впереди, он жесткий, он умеет накрывать на чужой плавине поля, покрывать пространство, а рядом есть страхующий его там Куликов, и вот, вот, вроде все нормально, вот, умеем играть в футбол. К сожалению, это не спасло нас от первого пропущенного гола, и, ну, мы сейчас, наверное, когда я закончу смотреть, разберем его детально, то, как я это увидел, да, это ошибка в перестроении команды. Куликов выдернулся вперед, из-за этого остался один Баринов против двух игроков, он бежал рядом с Давидашвили, но рядом же где-то Ткачев спокойно дошел пешком до штрафной площади, и Степанов выкатил ему под удар. Если Куликов выдергивается вперед, то кто-то должен был перехватить его игрока Ткачева, это мог быть центральный защитник, мог выдвернуться вперед, это мог быть крайний защитник, да, там, не знаю, Рыбузь, условно говоря, смещается куда-то в центр, центральный защитник Мурила выдвигается, встречает Ткачева, это мог быть Джегош Крыховик, который бы пришел, соответственно, отработать, но этого не случилось, никто не отработал, в итоге, по сути, я не могу предъявить претензии непосредственно Куликову за то, что он упустил этого игрока, я не могу предъявить претензии Баринову за то, что он упустил этого игрока, потому что они, ну, играли по эпизоду совсем с другими футболистами, но с перестроениями что-то, какая-то лажа, и в общем и целом это очень было похоже на то, что мы пропускали от Зенита, когда тоже, ну, вот, ты смотришь и думаешь, ну, блин, но, вот ты, ты, ты и ты, вы почему не можете скоординироваться и нормально взять, разобрать своих игроков, слава богу, этот эпизод остался единственным во всем матче, предъявлять большое количество претензий к защитной линии у меня просто не получится, потому что весь арсенал, ну, создал один единственный момент за 90 минут, и то этот момент вот, ну, такой вот он был довольно странный, когда пас, 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 и вдруг простейший гол, ну, окей, весь матч локомотив ввел, ввел, он его достаточно хорошо контролировал и мяч, и всю игру, и на стриме мы много общались об этом, тоже много об этом говорил, что у локомотива получалось доставлять мячи в нужные зоны, те, которых, из которых можно созидать уже конкретную опасность, но вот при этом созидать непосредственно эту самую опасность у нас почему-то не получалось, ну, гол, который мы забили и отменили, это отдельная история, я ничего не понял из того, что произошло на поле, зачем судья свистит раньше времени, когда уже, там, ну, сколько, два года есть четкое правило, что мы сначала смотрим, чем завершается атака в пограничных ситуациях, а затем уже принимаем решение сообразно вару, ну, то есть, закончилась, закончилась история, судья поднял флаг, ты свистнул, что на самом деле офсайт, гол нельзя засчитывать, потом тебе вар говорит, на самом деле гол или на самом деле не гол, свистеть раньше времени, ну, это уже настолько дикая ошибка, после которой, ну, тебя должны снимать с игр, у нас такое уже было в прошлом сезоне, когда мы тоже забили гол, тогда в ворота Ахмата, и тоже судья зачем-то заранее свистнул, не дав довершить эпизод, ну, ошибка грубая, на мой взгляд, никакого офсайда там не было, причем, ну, достаточно явно не было, судя по всему, и линии не удалось начертить так, чтобы показать, что рефат жамалединов был в офсайде, поэтому нам просто показали повтор, но без линий, хотя мы прекрасно знаем, что если вар рассматривает на предмет офсайда, то эти линии чертятся, нам картинки с линиями показывать не стали, так что я из этого делаю вывод, что не удалось начертить такие линии, по которым рефат жамалединов был бы в офсайде, наверняка пытались, как-то нужно было спасти жопу арбитром, но ничего не получилось, очень странная, очень плохая история, я постараюсь добиться ответа из своих источников, что это вообще было, но, 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 очень классный матч провел Дмитрий Рыбчинский, практически вся наша опасность так или иначе возникала с правого фланга, где всегда одну из ключевых ролей играл Дмитрий Рыбчинский, он мог быть рядом с Федором Смоловым, мог быть рядом с Рифатом Жамалединовым, мог быть в одиночку на правом фланге, но он всегда там был, и это то, что я всегда требовал от крайнего защитника, то, что вот для меня главное в игре крайних защитников, это то, что ты всегда в атаке, то есть, всегда мяч где-то впереди, и ты видишь, что, ага, ну вот, есть опция отдать Рыбчинскому, он дальше либо пройдет в штрафную, либо навесит, либо прострелит, либо отдаст какую-нибудь передачу в центр, этим Рыбчинки сегодня занимался, и, ну вот, в чатике, в телеграмовском сделали, ну, кинули картинку с обостряющими передачами, и в итоге у Рыбчинского их там примерно столько же, сколько у всей остальной команды вместе взятый. Прекрасный, потрясающий матч. Это что говорить, если говорить о футболистах, прекрасных на протяжении всей игры? К сожалению, прекрасными на протяжении всей игры было не очень большое количество футболистов. Например, очень активно сегодня играл Федор Смолов, и претензий по активности, по вовлеченности в игры, в игру сегодня вообще никаких. Он молодец, он умница и активно на эту самую игру влиял. Часто бывало такое в прошлом сезоне, что Федор Смолов просто стоит и ждет мяча, а когда мяч к нему попадает, иногда забивал какую-нибудь чудо, пушку, но чаще просто, ну, избавлялся от мяча и делал это плохо. Сегодня он влиял на игру, сегодня, его попытка найти в позиции полузащитника, она имеет определенный смысл, но качество игры Федора Смолова меня, честно говоря, особо не устраивало. Рифат Джамалединов был, как обычно, активен, здесь вообще вопросов нету, Рифат всегда активен, но продуктивность от этой, от его действий около нулевая. Гжегаш Крыховик, великолепнейший пан Гжегаш, сегодня помог забить первый гол и сам забил первый гол, который не засчитали. В перекладину мог, ну, точнее, зарядил в перекладину, мог сравнять счет, но в целом, ну, позиция рядом с атакой для Гжегаша такое ощущение, что, ну, не самое привычное, не самое лучшее. Опять же, каким-то образом мы закапываем лучшие возможности, лучшие умения наших футболистов и непонятно ради чего. Мне кажется, что все-таки, наверное, разумнее было бы ну, Гжегаша и Баринова ставить опорниками, как это у нас и было достаточно долгое время при Палыче, и оба умеют играть как вперед, так и назад, и Гжегаш на игру с позиции опорника мог бы влиять гораздо лучше. Команок, к сожалению, вообще растворился Лисакович, который вышел, был достаточно активен, он вышел во втором тайме вместо Куликова, был достаточно активен и заработал в итоге удаление для Сокола, для центрального защитника, но в целом тоже, ну, решения, которые он периодически принимал внутри штрафной площади, они вызывали очень много мата с моей стороны. Я старался его на стриме завуалировать чем-то, но я думаю, что вы понимали те моменты, когда мне хотелось материться и когда я просто не понимал, что делают наши игроки, зачем они это делают, почему они это делают. Вроде команда играет, вроде она понимает, что делать на поле, вроде она доводит мячи до нужных точек, до нужных зон, а потом какая-то лажа происходит и игроки не могут сделать, ну, простейший удар поворотом для того, чтобы хотя бы напрячь вратаря. Вот был один-единственный тычок от Лисаковича, когда вратарь ногами отбил. Он же больше вообще не принимал участия в игре, ну, то есть вообще ничего. Все, что мы попали поворотом, ну, то оно и залетело. Отдельная, наверное, история про Даню Куликова, которого заменили в перерыве на Лисаковича. Не могу сказать, что Даня провел катастрофический матч, но в очередной раз Даня провел матч совершенно блеклый, а на позиции центрального полузащитника, ну, должен играть рядом с Бариновым и яркий футболист, человек, который бы повел игру, который бы двигал мяч вперед, назад и ну, не является этим футболистом Даня Куликов. Нам очень нужен футболист-центр. Нам, ну, это настолько сильно нашу игру перевернет, настолько сильно ее усилит, извините уже за тавтологию, что ну, не едва и нам нужен был вот сейчас в данный конкретный момент. Вот нам сейчас нужен центральный полузащитник, который возьмет, встанет рядом с Бариновым и наша игра просто начнет принимать осмысленные формы. К сожалению, на данный момент такого футболиста в команде просто нету. Отдельно хочу сказать про Николича, потому что, да, во-первых, мы ушли от ромба и уже за это огромное ему спасибо. Опять же, уже не первый раз я отмечаю о том, что Николич человек, не упирающийся в какие-то свои догмы. Я, конечно, периодически бомблю на это, но это больше для комического эффекта. Но он уже неоднократно показывал то, что он в какую-то определенную стратегию, определенную схему не упирается. Если она не получается раз, два, три, пять матчей, то, ну, дальше мы тогда что-нибудь, да, придумаем. Сегодня это было, ну, что-то похоже на 4-2-3-1 в первом тайме, а потом, когда мы проигрывали 1-0, но при этом было полное ощущение, что Локомотив контролирует эту игру, а Арсенал к нашим воротам не подходит, он снимает с игры Куликова и выпускает Лисаковича. Снимает опорника, выпускает нападающего, но вместе с этим мы не переходим на систему с двумя нападающими, да, он опускает Каманон на левый фланг, и у нас получается что-то вроде 4-1-4-1-4-1-4-1, наверное, в какие-то моменты 4-1-3-2 с высоко поднятыми, но вторым нападающим по сути не играл никто, то есть Федор Смолов, он сильно опускался вниз и скорее играл полузащитника, но это здорово, и мы столько не использовали фланги, что в какой-то момент Арсенал просто не понимал, как играть против локомотива использующего фланги, Каманон на левом фланге, Рефад Жималединов на правом фланге, есть Лисакович, который играет где-то по штрафной, и Крыховик с Смоловым, которые играют на линии штрафной. Первые 20 минут мы просто задавили Арсенал, и огромное количество угловых заработали, огромное количество передач внутрь штрафную прошло. Я готов за это в общем-то Николичу аплодировать, молодец, действительно, изменения игры были качественными, нужными, а затем на 60-й минуте он выпускает Антона Миранчука, пускай, пускай это была там скорее замена по позиции, он вышел на левый фланг, но он часто смещался в центр, не могу сказать, что именно Антон Миранчук перевернул игру, но он добавил своих красок в это дело. С его там перехвата и паса на Лисаковича собственно случилась та атака, которая привела к красной карточке в составе соперника. Он навешивал на рифата Жамалединова в эпизоде с победным голом. В общем, ну тоже молодец. Очень жалко то, что Антон Миранчук не может сейчас на данный момент видимо играть 90 минут, потому что с его выходом игра достаточно хорошо преображается и Локомотив добавляет немножко конкретики в этих действиях и разнообразия в своих атакующих действиях. Сегодня еще заменяли Маци Рыбусе. Судя по всему, какое-то повреждение он получил, дай бог, что не очень серьезное. Маци хорош, хотя сегодня он гораздо блеклее, Рыбчинский смотрелся. В общем и целом, я очень доволен этим матчем. Я получил громадное количество положительных эмоций. Я думаю, что на стриме это было видно, что мне нравилось, как играет Локомотив. Было неприятно, что он проигрывает, но то, что он показывает на поле, меня, в общем-то, устраивало и мне казалось, что голы это дело времени. Они пришли с угловых, они пришли с самоотверженности Джегоша Крыховика, который добежал до скидки Мурила и вернул мяч обратно в поле. Они пришли с расторопности Рефата Жамалединова, который не принимал мячей, а просто бил по ним и попадал в ворота. Но они же пришли и просто с громадной активностью Локомотива, в том числе активности на флангах, которые приводили к этим многочисленным угловым. Мне понравился сегодня матч. Я надеюсь, что в дальнейшем Локомотив усилит свою игру, усилит свои сильные стороны. Мы продолжим брать лучше из этой игры, но будем лучше реализовывать, лучше пользоваться своими моментами. У меня есть еще несколько вещей, которые я хотел бы сделать сейчас на стриме. Первое это посмотреть выкладку по инстату. Я ее не смотрел, сейчас она уже должна быть полностью готова. Так. Оп. Ну вот, кстати, показывают расстановку Локомотива, только я бы Федора Смолова, ну, он не играл нападающего, Федя конкретно играл где-то вот под Камано, и тогда это получается 4-2-3-1. Здесь показано 4-4-2, и действительно Криховик был очень далеко на левом фланге, Рефат был очень далеко на правом фланге, но все-таки, наверное, это было ближе к 4-2-3-1, чем к 4-4-2 таким вот классическим. Ну, лучший рейтинг, понятное дело, Рефат Джамалединова, 2 гола, 1 голевая передача, здесь вопросов и не могло быть. Федор Смолов стреляет 341, у него 1 гол, 6 ударов и 67% в точности. Честно говоря, не помню такого количества точных ударов от Федора Смолова, но почему бы и нет. 51 передача с процентом 73, не очень хороший процент, но 4 ключевых передачи, 3 из них точных, 24 единоборства, 63% выигранных, шикарный матч. Реально хороший, отличный матч Федора Смолова, если он такие будет проводить, я думаю, ни у кого не возникнет претензий к его игре. Действительно, качественно, по цифрам все хорошо и у меня даже больших претензий нету, нужно только, наверное, как-то эффективность чуть-чуть повыше сделать этих решений своих, но это придет. Мурила, 123 передачи, эти кошмарные передачи Мурила Макеева, 105 у Макеева, 123 у Мурила друг на друга, 95% точности, 96 у Макеева, охренеть, как круто, на самом деле нет. Очень часто хотелось, чтобы они хотя бы попробовали вперед мяч двигать, а они все между собой пасовались. Но за количество передач они заработали 310 и 333 индекс инстата, 14 единоборств, 10 единоборств не так уж и много по большому счету. Рыбчинский входит в пятерку, 326, 89 передач, правый защитник делает у Мации Рыбуси 53, да, Мации Рыбуси сыграл чуть-чуть поменьше, 71 минуту, но все-таки разница очень огромная. Три ключевых у Мации 0-0 2 точных, 17 единоборств, 65%, Мации Рыбуси 9 единоборств, 44%, ну вот свой фланг Рыбчинский в чистую выиграл отличный, колоссальный матч для Димы. Бара сильно меньше имеет инстата, не преодолел отметку в 300 очков, один удар, не точный, 88 передач с хорошей точностью, но при этом ни одной ключевой передачи нужно все-таки поактивнее. 19 единоборств это уже хорошие цифры, 53% тоже в общем-то неплохой. Кто хуже всех? Из тех, кто сыграл полный матч, Грегоша Крыховика выделяют 27%, но это конечно никуда не годится. Мации Рыбуси про него уже сказали, 63% у Франсуа Комано, он был нападающим на сухом пайке, в общем-то ничем не запомнился, кроме фолов. 11 передач практически не был вовлечен в игру. Так, и еще момент, который я хотел посмотреть, это хайлайты. Я не буду смотреть хайлайты полностью, я буду смотреть конкретные эпизоды, надеюсь, что за это мой канал не забанят, хотя имеют полное право на это. Но, что поделать, других вариантов у нас с вами нет. Так, локомотив 3.1 арсенал. Первый спортбокс очень долго грузит свои моменты, к сожалению. Так что мы будем смотреть ютубчик, где не совсем хорошие точки старта моментов, но там, по крайней мере, все грузится. поехали. поехали. Вот, рисовал, кстати, матч ТВ ромб, но этого ромба не было в помине. к счастью. Так, вот он момент с голом. С какого момента он начинается? Начинается он уже с того момента, как Давидашвили получает мяч. Баринов идет по Давидашвили, он играет с ним. Здесь мы видим вот как раз этого самого Ткачева, с которым не играет вообще никто. И, по всей видимости, ну, наверное, нужно было Маккееву в данном случае каким-то образом переходить сюда. Но вообще мы видим Кжегеша Криховика, который абсолютно ни при чем в этой ситуации, но он атакующий футболист, да, мы вспоминаем, что это не опорное к данном случае. И Куликова, который зачем-то выбросился в центр поля на, вот не знаю, кто это из футболистов Арсенала, но Куликов изначально делал движение к нему. В итоге мы получаем, что Давидашвили с мячом и идет сюда. Сделать пас на фланг Рыбчинский не может, не может помешать, да, потому что если он уйдет сюда, то Давидашвили побежит вот по этой траектории внутрь штрафной. Поэтому Рыбчинский смещается в центр. Тихо, что происходит? Рыбчинский смещается в центр, идет пас на фланг. Дальше мы снова видим перестроение. Мы видим, что Ткачев по-прежнему шагом просто приходит к штрафной и Макеев играет лицом к своим воротам. У Мурила свой соперник, здесь вопросов нет. По идее, как мне кажется это должно было происходить, Рыбус должен был смещаться вот сюда, Мурила должен был смещаться уже куда-то в центр, а Макеев тогда соответственно выдвигаться и встречать Ткачева. Но это как мне кажется. Как вот ну и дальше мы видим, что вроде как Макеев занимает нормальную позицию. Да, он контролирует передачи, которые могут пойти сюда. Он же не знает, что у него за спиной творится. но по факту мы получаем то, что идет простейшая передача, просто банальнейшая передача. Рубчинский не получается ее прервать. Она идет мимо Макеева и оказывается то, что Ткачев просто один стоит. Куча застрявших в полупозиции людей, которые не знают чем заниматься. это великолепная атака сразу после этого с ударом Крыховика. Навес Рыбчинского очередной хороший навес. Комано делает, наверное, единственное полезное действие в этом матче скидку на дальнюю штангу. Таких скидок было очень много, но на дальней штанге никого не оказывалось. И вот в один единственный момент Крыховик с вратарской без сопротивления четко играет по мячу очень удобному для него и не попадает по воротам. Это кошмар. Это просто кошмар. Ужасно. Я очень сильно бомбил, но сам момент по идее в общем-то очень даже хороший. Так, дальше у нас мало что интересного происходило. Удар Баринова со штрафного, в котором мы еще умудрились и в штангу попасть к этому. То есть мы проигрываем 1-0. У нас уже есть перекладина, у нас есть незащитный гол, и теперь у нас еще есть и штанга. хорошо Бара выпрыгнул, хорошо пробил, вратарь вообще не реагирует, но гребанная штанга. Дальше достаточно есть спорный эпизод с удалением. Спорный он вот из-за этого момента. В этом моменте судья посчитал, что Антон Миранчук правила не нарушает. Он ставит корпус и сам Смольников заваливается. Можно ли принимать такое решение? Ну, наверное, можно. Если бы он свистнул, я бы не удивился. Сразу после этого идет передача от Рыбчинского на Лисаковича. Лисакович сразу убирает мяч и продвигает вперед, и его конкретно сносят. Здесь желтая карточка, если уж там не фол, то здесь желтая карточка железобетонная и это удаление. После этого удаления не проходит и трех минут, как даже минуты, наверное, не проходят. Как идет подача? Вот Федор Смолова. Мурила в 115 раз выигрывает воздух. Кстати, смотрите, как Мурила выпрыгивает. Просто Майкл Джордан. Я не замечал, что Мурила вот так вот прыгает. Делает скидку. мы видим то, что никакого офсайда нету, к счастью. Джегош Криховик задним бегом выуживает мяч, но, судя по всему, мяч не уходит. Скидывает его на Рефат, а Рефат уже абсолютно один, и все просто смотрят футбол, Рефат не промахивается с левой ноги. Красава. Молодец. А это уже нет, это не следующий гол. Это удар Смолова со штрафного. А вот это вот уже следующий гол. Это уже Антон Миранчук навешивает, потому что Федор Смолов только что с другого фланга штрафной бил. и смотрим за действиями Рефата, который отклеивается, защитник не попадает головой по мячу, и Рефат не мудрство и лукаво просто бьет и забивает. Красава. Красава. Ну, здесь это угловые, в общем-то, их разбирать не особо интересно. Дальше Федор Смолов забивает. К сожалению, нам не показали атаку в трансляции. Показали уже завершение, но передачу делал Рефат Жамалединов на Федора. Да, Рефат же? Может, я опять ошибаюсь? Да, Рефат. Очень похож на Живоглядова, но 17-й номер выдает в нем Рефата. Хорошая, качественная передача. Смолов выигрывает борьбу корпусом у Довмни и забивает гол. Все. Вот это все, что я хотел вам показать. Так. Ваши вопросы? Вопросов? Вопросов много. Спасибо большое за то, что задаете. Пытаюсь найти, где же мы начинаем сегодняшний стрим с каких вопросов, а начинаем мы их с Джорджа Беста как же отлегло? Сейчас, 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 сейчас. Во. Так, Джордж Бест, как же отлегло на душе? Рыбчинский просто король. Вообще, позиционная атака все же мертвая. Вроде моментов набралось в итоге, однако, либо стандарты, либо не знаю. Тяжело проникаем в штрафную, прям мало этого, пишет Джейскин. Я не согласен, что у нас позиционная атака мертвая, но я согласен с тем, что проникновение в штрафную ни к чему не приводит. Сегодня этих проникновений было действительно много. Одних только ключевых передач в точные ключевые передачи три у Жамалединова, три у Федора Смолова, две у Рыбчинского, две у Камано, одна у Крыховика. 11 ключевых передач, но это нормальное количество. Это более, чем нормальное количество. И это, ну, те, которые, ну, были более-менее опасными, а проникающих передач внутр штрафную было еще больше. Но мы не знаем, что делать с мячом внутри штрафной площади. И это вот раздражает из матча в матч очень сильно. И просто не понимаем, что делать внутри штрафной с мячом. Был вот момент, когда Рыбчинский на рифат Жамалединова внутрь штрафной площади, рифат Жамалединов еще дальше на Смолова, Смолов уже во Вратарской, и мяч от Смолова просто уходит на отворот. Ну, вот такие моменты, их было настолько много. Или когда идет передача, кто-то на нее откликается и скидывает на дальнюю штангу, на дальнюю никого нет. Этих моментов было очень много. И хочется, чтобы такие моменты завершались, ну, по крайней мере, опасным моментом. А они же не завершались вообще ничем. Что изменили во втором тайме? Во втором тайме очень многое. Поменялась схема, добавили одного игрока в атаку, добавили ширину этим атакам. Лисакович стал центрофорвардом, зато появились два прям профильных крайних полузащитника, которые старались помогать там Рыбусю, Рыбчинскому. В общем, увеличили количество атакующих людей. А Локомотив же, он не играл флангами, и я понимаю, что Арсенал вообще не был готов к тому, что Локомотив задавит Арсенал именно работой на флангах. Что Локомотив до этого все матчи, это тупо команда, которая стучится по центру. А здесь раз, 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 сколько этих передач с фланга было внутрь штрафной. Что я не сказал, что она мертвая, но вот качество исполнения мне не нравится. Встает вопрос, зачем Едвай, когда Мурила, Пабло и Мага так смотрятся в РПЛ. Стас наверняка уйдет в опорку. Ну, меня радует то, что Едвай, это все-таки очень универсальный футболист. Я в таком случае, я не понимаю, зачем Максим Нинахов, потому что Максим Нинахов, глядя на подписание Едвая, должен спрашивать, а Нах я сюда перешел, собственно говоря. Потому что по функционалу Едвай копирует Максима Нинахова. Мы брали Максима Нинахова, потому что он супер универсал. Слева, справа и в центре, если надо, а еще и опорником. Ну, так и Едвай, слева, права и в центре, еще и опорником. Только за Едвай уплачено 4 миллиона евро, и он иностранец, поэтому его в любом случае будут выпускать. А Нинахов, ну, не легионер. Ну, здорово, спасибо большое, что ты есть. Тим по контракту с Твичом запрещено ли трансляцию в аудиоформате размещать на подкаст-площадках? Нет, не запрещено, но через сутки. Я думаю, что подкаст с Женей Кирилловым можно разместить, он вне временной, поэтому, в принципе, не важно, но пускай он выйдет на аудиоплощадках для тех, кто не послушал. Просто он трехчасовой, я не знаю, кому такие подкасты нужны. Ну, почему бы и нет, это скорее аудиокнига, а не подкаст. Вот. А заливать в аудиоподкаст-системы стримы после матчевые, ну, я не очень вижу смысла, потому что через сутки, да, я заканчиваю стрим где-то в полночь, соответственно, через сутки я его залью на подкаст-систему, его послушают только в лучшем случае, там, в понедельник, во вторник. Ну, такое, не знаю, кому это и зачем нужно. Как обычно, послушают человек 15, а я на это потрачу часа 3 своего времени. На ютуб буду заливать. На ютуб, безусловно, после матчевой стримы буду заливать, как и прежде. еще бы форварда нормального подвезли, было бы вообще здорово. Что-то после евро как-то тяжеловато в наше говнецо окунаться обратно, а я вообще кайфую. Я прям вот, я с таким удовольствием посмотрел сегодня, господи, кого я сегодня посмотрел? Я смотрел казанку с не очень большим удовольствием, молодежку вчера с большим удовольствием посмотрел, локомотив арсенал с огромнейшим удовольствием посмотрел, я прям такие эмоции испытал, я за все евро даже толики таких эмоций не испытал, как сегодня. Смотрел с братом, с которым смотрел и Урал. Он спросил, а всегда надо удалить полкоманды, чтобы локомотив забил? Почему полкоманды? Одного человека? Ну, конкретно Сокол виноват сам, у него было два грубейших подката, пускай научатся мячи отбирать. Касательно схемы, не очередной ли провал Николичев в первом тайме. Почему провал-то? Провал случился в одном единственном конкретном эпизоде, где, скорее всего, провал случился в головах у защитников. Локомотив нормально, конкретно созидал моменты. Ну, мы могли забить сразу после этого, мы забили гол, мы могли забить сразу после пропущенного, мы делали передачи внутрь штрафной, все было неплохо. Да, потом чуть лучше адаптировались к тому, что Арсенал не собирается атаковать, что у нас получается и без дополнительного опорника добавили давление. Ну, это нормальная история. Ну, не всегда удается получать преимущество с первых же минут. Хотя, если бы гол засчитали, то я думаю, проблем у локомотива вообще никаких не возникло. Так что нет, ну, провалов здесь вообще не вижу. Мне понравилось, как локомотив играл, и не понравилось только качество исполнения определенных моментов. В моменте с пропущенным голом своего игрока упустил Макеев или Баринов? Баринов, как мне кажется, вообще в данном случае ни при чем. Вот минимальное количество претензий у меня, наверное, к Дмитрию Баринову. Он как бежал со своим Давидашвили, так и бежал, и кто-то должен был сопровождать Давидашвили. Да, потому что если бы Баринов ушел к Ткачеву, тот же самый Степанов отдает мяч на Давидашвили, который спокойно входит в штрафную, убьет и забивает. И тогда вопросы были бы «Ты чел, ты куда убежал-то вообще?» Так, Баринов сопровождал, перекрывал нормально. Макеев, есть вопросы. Как мне кажется, он должен был делать несколько шагов вперед и мешать Ткачеву пробить, ну то есть заблокировать этот удар. Он как-то вот остался. Ну и понять Макеева я тоже могу. Ну как ты бросишь вот эту вот позицию, когда сейчас явно будет защитник простреливать, а ты куда-то убежишь к линии штрафной. Ну, тоже странная идея. Так что, ну вот, какая-то коллективная неразбериха. Еще раз здравствуй. Приходили ли отвечать финансы и устроила ли меня? Нет, от отвечать никаких финансов не приходило, к сожалению, к моему огромнейшему. Очень хочется, чтобы они наконец-то уже пришли. Я получил подтверждение от отвеча, что я все сделал нормальное в июне, да, нужное количество часов настримил. Они видят то, что я настримил в категории спорт. Все нормально, выплаты будут, но самих этих выплат нету. Они себе поставили последнее число, это середина августа, то есть 45 дней на выплату. Было бы неплохо их уже наконец-то получить, если честно. Привет, спасибо за стрим-матч, интересно теперь послушать тебя. Вам спасибо за то, что были. Видел сегодня большой интерес к этим трансляциям. На самом деле были сомнения о том, что стримы матча без картинки возможно людям будет не очень интересно смотреть, особенно когда есть проблема, что это платный футбол и надо его как-то покупать и где-то смотреть на другом устройстве. У меня были определенные сомнения, что это будет заходить, но сегодня я видел то, что народа было очень много, так что будем продолжать, по крайней мере август, точно будем продолжать, а дальше уже зависит от того, что скажет твиттач. Незасчитанный гол правильно не засчитали, на мой взгляд, абсурдно не засчитали незасчитанный гол. Оффсайда там не было. Не расстраивай подписату Бусти, пиши чаще. Я бы с удовольствием писал чаще, если бы в Локомотиве что-то происходило чаще. Сегодня вот подписали едвае, я сделаю для Бусти видео по едвае, и через некоторое время в Телеграм его загружу, и сделаю текстовую заметку по сегодняшнему матчу и по едвае в том числе. Но всю неделю не происходило ни хрена в Локомотиве, то есть я думаю, ну блин, ну надо о чем-то написать на Бусти. Ну ничего не происходит, ну вообще ничего не происходит. Писать про, там не знаю, молодежку, как сыграло, ну мне не очень хочется. Все видели, все более-менее понятно, какие-то выводы будем делать матчи через 10. Просто писать ради того, чтобы писать. Как будет в Локомотиве что-то происходить? Ну я, за мной не заржавеет. Чтобы машина рангника закрутилась по-настоящему, нужно время. Ты готов ждать, если, к примеру, будет омоложение, перестройка полгода или больше? Я не просто готов ждать, я этого жажду всеми силами. Я прекрасно понимаю, что пойдет масса недовольства Локомотивом, если Локомотив возьмет себе вот, ну, время на перестройку. Но я прекрасно понимаю, что оно нужно. Если я буду видеть, что идут шаги в правильном направлении, я буду это поддерживать, я буду пытаться со своей точки зрения, со своей стороны оказывать максимальную этому поддержку, да, вот информационную, как я могу переубеждать людей, писать там в чатах, на гостевых, на сайтах о том, что это правильно, что надо потерпеть, что надо вот это сделать, потому что невозможно вот продолжать жить так, как живет российский футбол. Когда ты просто получаешь 6 миллиардов, там 5,4 миллиарда от российских железных дорог, затем весь год их тратишь, без остатка тратишь еще и 2 миллиарда сверху, и потом просишь у РЖД еще денег, дайте нам, пожалуйста. Ну, нельзя так жить, не должен футбольный клуб жить вот так вот. Футбольный клуб должен жить по экономическим правилам, быть экономически целесообразным. И все говорят о том, что, ну, невозможно в России делать из футбола бизнес. А я не понимаю, почему это невозможно. Пускай хоть кто-нибудь попробует, и после того, как попробует, когда сделает все правильно, а это не получится, можно будет понять, почему это не получилось, и тогда, да, возможно, я поверю, что в России невозможно сделать из футбола бизнес. Но на данный момент я не видел ни одного вообще примера, когда из футбола пытались сделать бизнес в России. Вот сейчас есть определенные шаги в эту сторону, и я готов это поддерживать, я готов ждать полгода-год, но шаги должны предприниматься. Не так, что год проходит, ничего ни хрена не сделано, а выходит Меркель и такой говорит, ну, вообще-то, знаете, мы тут это, ну, немножко отделы преобразовываем, ну, там вот, то, все, пятое-десятое, а я вижу то, что ни хрена вообще не произошло за год. Ну, это значит просто проведание бюджетных денег. Спартак ненавидит всех, кроме... Блин, надоело уже глаза ломать. Спартак ненавидит всех, кроме Карреры, Барзыкина и Кузьмича. У нас осталось одно место легионерское. Ты хотел бы приобретение как можно быстрее, если оно будет качественное, то можно подождать вплоть до конца трансферного окна. Сейчас, в общем-то, я бы хотел качественное, классное приобретение, которое показывает мощность нашего со временем отдела там рангника, имя рангника и все такое, да? Ну, то есть, готов подождать до конца августа без проблем. Ну, а что делать? Ну, вот, торопиться надо было к первому июля. Если вы не успели к первому июля, то уж будьте добры сделать такой трансфер, о котором даже я скажу вау, ничего себе. Едвай это не такой трансфер. Едвай это просто нормальный, хороший защитник. Если бы он появился у нас 15 июня, я сказал бы, ну, ладно, да, нормально. Но он появился у нас 24 июля. И это уже поздно. Баринов якорного опорника не вытягивает. Ну, он, во-первых, сам не дает того объема, который должен делать якорный опорник, да? То есть, один покрывать все вот это вот пространство рядом со штрафной площадью, всегда быть там, где мяч. Ну, просто не покрывает его. А, во-вторых, он умеет гораздо больше, чем якорный опорник. И засовывать его на место шестерки, ну, это значит, что обрубать все, что он умеет впереди. Да, но можно Гжегоша засунуть на место шестерки. Он будет отбирать мячи, но Гжегоша умеет гораздо больше, чем просто отбирать мячи, поэтому зачем мы пытаемся ограничить функционал. Так что, ну, мне было это просто непонятно, и я яро топил за то, чтобы уйти от этой схемы. Пускай их будет два со смешанным функционалом, чем один, но тот, который и этот функционал не выделывает, и тот, который может, тоже не делает. Тим, как считаешь, едва за 4 миллиона это перебор? Ну и, конечно, если Хорват был первым выбором для ЦЗ, то я даже боюсь представить, кто был в списке возможных приобретений. Правда, думаю, что его чаще будут использовать на фланге обороны, там он будет полезнее, а в центре могут быть Павло, Мурило и Макеев. Смотрите, в чем суть. Любые цифры, они относительные. Да, то есть, покупка едва за 4 миллиона евро это плохо, если кроме этого мы никого не покупаем. Если после этого выходит плотник и говорит, знаете, ну мы потратили последние деньги на едвае, ну вот у нас было 4 миллиона евро и мы потратили их на едвае, тогда это, конечно, плохо, но если мы потратили 4 миллиона на едвае, а сейчас мы потратим 25 миллионов на какого-нибудь крутого центрального полузащитника, так и хрен с ним, ну потратили и потратили, деньги есть. Я не знаю, сколько денег сейчас у локомотива. Ощущение, что локомотив бедный, у меня уже давно нету, я с вами много раз об этом говорил, что, ну, бедные клубы так себя не ведут. И, ну, при Кикнадзе мы тратили по 15-20 миллионов евро на приобретение, сейчас мы потратили 2 миллиона на Нинахова, 4 миллиона на едвае. У нас еще осталось примерно 10 миллионов евро. В такой ситуации, при том, что будет куплен еще один человек, 4 миллиона, ну, нормальная история. Но эти 10 миллионов надо потратить. Если, говорю, если мы говорим о том, что мы слили весь наш трансферный бюджет на одного едвае, то, конечно, это много. Если отличишься от локомотива, как смотришь на Карпина в сборной? Я почему-то думаю, что Ростов ищет другого тренера, а Карпин уйдет полностью в сборную. Я писал об этом на Бусти и в Телеграме. Для меня само по себе назначение Карпина в сборную, оно, ну, как бы я не болельщик сборной, ну, мне кажется, что Карпин может с этой сборной нормальный результат показать. Карпина по первости точно будут воспринимать лучше, чем Черчесова, ну, соответственно, лучший эмоциональный фон. Проблема Карпина в сборной, это проблема того, что Российский футбольный союз не умеет в планировании. Он не способен смотреть на один шаг вперед. То есть, продумать, а что, если Черчесов провалится со сборной и нужно будет его менять. Ну, то есть, вот, вся работа Российского футбольного союза, она подчинена успехам сборной России. И, ну, мне кажется абсолютно логичным, что вот едет Черчесов на Евро. И шанс того, что он провалится со сборной, он не иллюзорный. Команда плохо играла последние матчи, и в целом, с чего бы вдруг ей начать играть их хорошо. Так, может быть, начать работу и иметь план Б, если, на случай, если у Черчесова не получится. Договориться там с тем, с тем, с тем, с тем. У Черчесова не получается, вы окончательно приняли решение, что да, вот это, и подписываете контракт. Но вдруг оказалось, что Черчесов провалился, потом собрал пресс-конференцию, потом его уволили, и РФС в этот момент начинает работать по поиску нового тренера. Я не знаю, для меня это сумасшествие. Как можно пытаться развивать футбол в стране, если вы не способны подумать, а что, если Черчесов провалится и иметь какой-то нормальный план. По факту, все, все, что они думали, все это не сработало, и они полностью пошли на условия Карпина. Ну, такое себе, прям вообще такое себе. Насчет того, будет ли Карпин искать, или Ростов будет искать нового тренера, не знаю. Если Карпина подпишут в сборную не на полгода, а на долго, то его возненавидят точно так же, как и Черчесова. По большому счету, общение Карпина с прессой, оно не то, чтобы сильно отличается от общения Черчесова с прессой, да, он же постоянно бычит на журналистов, ну и, и все такое. Но, Медей на Карпин получше. На днях Робинер говорил, что Черчесов может сменить Николич, и я узнал, передернуло. А ты как думаешь, если пофантазировать, Черчесов смог бы что-нибудь вылепить из нас? Я не люблю Черчесова. Я уверен, что Черчесов хороший тренер для вот таких вот серых команд, коей являлась сборная России, вытягивать системой игры из футболистов, ну, то есть, футболистов вбивать в систему игры, зачеркивая все то лишнее, что они умеют делать, да, то есть, система превалирует. Мне такой футбол не особо по нраву, но для серых команд это отлично, да, то есть, какой-нибудь Амкар, какой-нибудь Ахмат с Черчесовым будет играть здорово. Он умеет выжимать результат. Противно сама личность Черчесова, я очень не хочу таких фигур в Локомотиве, потому что за Локомотив будет очень тяжело болеть с Черчесовым тренером. Что думаешь по Едваю? Уже сказал, ждем еще новичков? Да, одного точно еще ждем. Едвай кому замена получает? Так я и не понимаю, кому замена Едвай. Вот конкретно на следующий матч Едвай, допустим, был бы готов физически в хорошей форме, вот кого он должен было бы поменять. Блестящий проведшего матч Рыбчинского с Хирали, Макеева, ну окей, а с Пабло что тогда? Я не понимаю. Есть штат Американский Калифорния, есть полуостров Мексиканский Калифорния. Наверное, на этом полуострове есть универ, где он работает. Да, да, все так. Но кроме этого, да, есть еще и непосредственно Беркли, Калифорнийский университет, в котором он получал образование, судя по всему, да, судя по той информации, что я нашел, в конце, ну там, в конце 90-х. Лок и Яйца появились всех с победой. Да, одна из немногочисленных волевых побед Локомотива. Может продавать Мурила собираются? В этом был бы тогда хоть какой-то смысл. Если мы продадим Мурила, у нас будут играть Едва и Пабло, у них на замене Макеев и Молодые, плюс освобождается Легионерское место. Но пока про продажу Мурила-то речь вообще никакой не идет. Болельщикам сказали только за сутки какие уж лотереи. Ну вот ЦСКА собирается как-то устраивать завтра. Я не знаю, что это будет за цирк с конями, но будет очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Если честно, как-то Камано не очень интересно смотрится. У нас пространства столько нет, а идти в дриблинг как хвич он не может. Какой-то замкнутый круг получается. Я про Камано говорил о том, что да, есть Камано, да, есть нападающий Камано, но меня как основной форвард Камано не устраивает. Как опция где-то что-то сверкнуть и забить дополнительный гол, который нам поможет, или вот как, не знаю, голову подставить, чтобы Крыховик затем забил. Окей, Камано нормальный футболист. Нормально умеет играть в футбол, пускай играет. Как основной форвард Камано меня не устраивает вообще нисколько, потому что функционал Камано достаточно ограничен. И как только он встретится с футболом, который ему не подходит, например, защитники не будут пасовать вратарю с небрежностью, да, как Камано у нас любит забивать. Как только будет плотный футбол, в нем Камано теряется. Артем, что в итоге с Мишей, почему бросил играть? Что-то сосудистое. Да, проблема с сосудами. Насколько я читал, с каким-то одним конкретным сосудом очень важным, но если продолжатся тяжелые физические нагрузки, этот сосуд может лопнуть, и все мы знаем, что это обычно трагически заканчивается. Но если он не будет себя физически нагружать, вот именно как профессиональный спортсмен, то он проживет долгую счастливую жизнь. За акцию с Мишей отдельный респект. Было неожиданно приятно видеть такое. Да, на самом деле, я очень боялся, что, ну вот, типа, Миша уехал куда-то в Нижний Новгород, и что мы все, типа, разорвали отношения с Мишей. Но Миша это наш, это наша локомотивская, это вот сын полка. Я очень хочу, чтобы Миша остался в локомотиве, и вот прошел вот эту вот историю детского, юношеского тренера, тренера молодежки и так далее. Да, все вот эти вот истории, там, не знаю, Нагельсмана, того же Николича, того же Рангника, который заканчивает в 22-23 года по каким-либо причинам, и начинает тренерскую карьеру. Было бы очень круто, если бы Миша ее прошел. И, насколько я знаю, он всегда в школе был отличником, всегда вот таким вот умным парнем, который занимался самокопанием и изучением мира. После акции с Мишей начинаю верить в пресс-службу. Удача им может набьют руку и будут радовать всегда. Я не уверен, что это пресс-служба, да, какая-то такая красивая акция. Ну, не, она хороша, она хороша. Что по Зе известно, что у него сегодня заболело? Ну, Николич говорил о том, что у Зе травма еще там на встрече с болельщиками. Я думаю, что эта травма и продолжается. Европа и Россия напоминает двух одноклассников, которые встретились спустя 10 лет. Один был Батаном, второй хулиганом. Про травму Мирнчука есть новые новости. Сегодня так себе вышел как-то. Да, нормально вышел, просто немножко не на привычную позицию и без пространства. Но, в целом, никаких претензий к Антону у меня сегодня. Мне матч не зашел именно из импотенции в атаке. Эмоции от голов были, но атаки нет. И это печалит, не дает никаких надежд с будущими серьезными соперниками. Посмотрим, посмотрим. Я не считаю, что у нас нет атаки. Я считаю, что атака у нас есть, у нас нету завершения, у нас нету вот какого-то такого акцентированного завершения, да, пускай не стопроцентные голы, но хотя бы удары, серьезные, качественные удары. Вот этого я сегодня не увидел. Это действительно вызывает большие вопросы. Что ждешь от следующего матча? Ну, для начала нужно посмотреть, каким завтра будет ЦСКА. И, в общем-то, для этого я собираюсь завтра смотреть это на Твиче, чтобы понять, к чему мы придем через неделю. Посмотрим. ЦСКА мне видится очень странной, расхлябанной командой. Очень хочется их перерубить. И всегда такие матчи, это матчи, которые выходят за рамки того, что мы видим. Да, то есть Локомотив может играть плохо-плохо-плохо, но против ЦСКА они выйдут и выдадут шикарный матч по пробегу, по интенсивности игры, по концентрации, по реализации и так далее. А могут наоборот, могут играть хорошо, а потом выйти на ЦСКА и пропускать голов. Ну, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Но это дерби, зато мы, наверное, их и любим. Тим, скажи, пожалуйста, почему ты не стримишь на Ютубе? Там бы я с радостью смотрел бы, а тут не могу. Заливай хотя бы туда стримы после. Ну, я буду заливать стримы после. Почему? Я объяснил в самом начале у меня контракт с Твичом. Я стримлю как спортивный блогер на Твиче. Они на Твиче развивают это направление, не знаю уж зачем. Насколько я знаю, меня периодически даже вешают на главную. Сегодня человек 500, меня 600, по-моему, в пике смотрело, как я обсуждаю матч Локомотив-Арсенал на последних минутах. Ну, вот так вот они развивают. Я как спортивный амбассадор Локомотива на Твиче. Вот. Но это все закончится в августе. продлят ли со мной контракт станет известно только в конце августа. Если продлят, ну, значит, будут дальше сидеть на Твиче. Твич я люблю, это моя основная платформа. Я смотрю Твич круглосуточно. Мне это по нраву. Я люблю Твич. За матч ЦСКА как-то спокойно. Абсолютно Николичевская команда еще и без Влашича скорее всего. Ну, я не знаю, Влашич уйдет, не уйдет. То, что у Николича хорошая статистика с ЦСКА, это очень радует. Сам ЦСКА это очень странная, расхлябанная команда, это тоже очень радует. Я посмотрел несколько товарников их на сборах и... Ну, правда, локомотив на сборах был не лучше. Больше 160 зрителей. Мои поздравления. Спасибо большое. Сейчас уже меньше, очевидно, потому что начался этап ответов на вопросы, но спасибо, спасибо большое. От лока посидеешь, от такого количества стримов ослепнешь. Но все для нас, береги себя. Ну, стримов на самом деле гораздо меньше, чем когда я стримил чемпионат Европы, где было там порядка 90, что ли, часов стриминга. Стриминга сейчас 40, что ли, едва пробилось, уже конец месяца. Берегу, берегу себя. Нет. Для меня на самом деле стримы, ну, если есть тема, о чем побазарить, есть тема, что посмотреть, о чем поговорить, и есть зрители, которые хотя бы периодически что-то комментируют, и я вижу, для кого я это делаю, стримы это... Ну, простая вещь. Реально. Я особо не напрягаюсь. Вот сегодня сколько уже, 6 часов стриминга за плечами. Окей. Вообще без проблем. Мы уже не можем заявить Ласькова. Почему? Можем. Но для этого нужен контракт подписать. Спасибо большое за фоллоу, ребят, спасибо. Для этого надо контракт подписывать, и вообще... Тим в старте, получается, Джекош вышел ЦАПом, если ты говоришь 4-2-3-1, схема была изначально. Да, он вышел атакующим полузащитником, левым причем. В центре играл... Кто у нас в центре играл? А, ну, Федя Смолов играл, справа играл Рефаджи Малединов. А Крюховик конкретно так левым полузащитником. Пожелания Марка на день рождения уже начинают сбываться. Как тебе игра Антона? За полчаса мало чем отличился, но хорошо, что сделал очень важный для него ассист. Жаль, что Тоха в местного Ройса превращается. Надеюсь, этой осенью до операции будет нашим Джокером. Неплохо было бы, как думаешь. Ну, он не был таким ярким, как, например, в матче с Зенитом, когда вышел на замену. Но здесь плотность игры была такова, что ни о какой яркости для Антона и не идет речи. Он получает мяч, и тут же на нем два защитника. Ну, что мог, то делал. Передача на Рефата, в итоге на победный гол, ну, круто, о чем мы можем говорить? Да нет, ну, нормальная, качественная игра. Ну, просто сегодня были яркими футболистами другие. Очень жалко, что не может Антон у нас играть целиковый матч. Я думаю, что если он выходил с первых минут, когда соперник еще не закрывается, Антону было бы даже проще. Рыбчинский и в прошлом году стартовый матч с Рубином здорово провел. Не помню, но возможно. Лисакович два паса. Это, видимо, по статистике, да? Да, два паса, и один из них еще и не точный. Ну, это Виталик. Вот сегодня что творил Виталий, честно, с трудом понимал, но едва не забил, кстати. Мог и забить. В чем причина слабости Камано? Камано не любит играть в футбол, в котором нету пространства. Камано не любит играть в футбол, в котором очень плотно его встречают. Сегодня Арсенал показал такой футбол. К сожалению, ну вот, Камано на самом деле я думаю, что будет хорошая опция даже скорее на Лигу Европы, чем на Чемпионат России. Ну, или на матчи типа ЦСКА и все такое, где тебе дают пространство, где ты можешь бегать, где ты можешь врываться в пустые зоны и так далее. Просто, у Арсенала нету пустых зон. Они встали 11 человек и куда бы ты ни прибежал, там есть защитник Арсенала. Это для Камано тяжело. Он в такой футбол играть не умеет. Кто у нас умеет играть в такой футбол? Никто. Подписание Нинахова напомнило прошлогоднее подписание Лысцова. Ну, Лысцов хотя бы воспитанником был. Как думаешь, у Крыхи Кризис как-то неуверенно проводят второй матч, как будто не видно в нем лидера на поле. Это человек, который забил первый гол, который попал в перекладину и который сделал скидкой первый гол ответный. Нет, ну просто Крыховика болтает из позиции в позицию. Сегодня он у нас был левым атакующим полузащитником. Вы Крыховика левым атакующим полузащитником видели когда-нибудь? Как можно ожидать от него уверенной игры на позиции, на которой он в жизни никогда не играл? Ну, что мог, то делал. И в итоге, опять же, сделал больше, чем кто-либо сегодня на поле, кроме Рефата Жамалединова. Много ли подкастов будет в ближайший месяц? Посмотрим. Зависит от того, с какими людьми я смогу договориться. План это достаточно есть амбициозный, но не от меня все зависит. Не могу за шкирку взять и привезти человека. Со многими людьми есть достаточно хорошее отношение, что есть надежда, что они согласятся, найдут время в своем плотном графике и придут, но ничего гарантировать не могу. Если сделаю хотя бы в августе хотя бы еще два подкаста, я буду считать это успехом. Вообще, считаю, что довольно неплохо побомбил вас контентом на этим летом, и можно уже до конца зимы в общем-то и отдыхать, потому что такого количества крутых подкастов наверное никто и никогда вам не сделает. Если у Рыбуси травма, то скорее всего Нинахов выйдет в ближайшем матче. Вот тебе и шанс проявить себя правда на левом фланге. Если у Рыбуси травма, то на левом фланге у нас едва и выйдет. Я не знаю в какой форме, но я подозреваю, что в нормальной. Какого плана форвард нужен? Ведь помимо Смолова, Каманой и Лисакович у нас есть еще и Зе. Да, есть. Есть люди, которые еще верят в то, что у нас есть Зе. Но вот такой форвард как Зе нам и нужен по сути. Если к концу августа купят хорошего иностранного центрального полузащита и каким-то чудом избавится от Зе и купит нормальную замену, то будешь доволен трансферным окном? Конечно, буду. Естественно, буду. Если это будут хорошие, качественные футболисты, конечно, я буду. Если они продадут Зе и купят ему на замену какого-нибудь кордубу за 20 миллионов, тогда скорее нет. Но если это будет качественный, крутой нападающий, то да, если это будет качественный, крутой центральный полузащитник, особенно если ему будет меньше 24 лет, я буду хлопать в ладоши и прыгать вокруг монитора. Я никогда не видел помогал команде очень много. Нет, ну почему? Молодец. Ну просто вот нужно избавиться от некоторых глупых, самонадеянных решений, которые вот, ну прям вот выбешивают. Вот, даже другого слова подобрать не могу. А так, отлично. Очень даже хорошо заходит, я включаю картинку, у тебя со звуком огромный плюс, что не надо комментаторов матч-ТВ слушать. Твой прогноз на матч ЦСКА, что ЦСКА может противопоставить нынешнему Локу? Ну я не знаю, вот завтра посмотрим на ЦСКА. Мы уже посмотрели на Спартак на кубке матч-премьер, такой, что очень страшно, прям очень боязно, а потом этот Спартак выходит на чемпионат России и оказывается то, что забивать по 4 гола на кубке матч-премьер и в чемпионате России это две больших разницы. Вот завтра посмотрим на ЦСКА в чемпионате России, вот что они показывают. И завтра я тогда составлю свое мнение, что ждет Локомотив, а что ждет ЦСКА. Предварительно мне ЦСКА крайне не нравится. То, как они укомплектовались, то, кого они купили, то, какого они тренера поставили, то, как они межсезонья провели, ничего мне не нравится у ЦСКА. Но, кто знает, может быть это все выльется в том, что ЦСКА возьмет и решит все свои давние проблемы. Как думаешь, когда едва и на поле появится? Ну, если у Рыбуся проблемы, то я допускаю, что едва и уже через неделю появится на поле. Тут вопрос в его физической форме. Насколько я знаю, Германия еще толком не стартовала подготовку и сам едва ее не проходил. По-моему, Байер уехал на сборы еще там неделю назад и едва просто не взяли на этот сбор. Значит, форма у него, скорее всего, не очень хорошая. Но есть футболисты, которым не надо долго форму набирать. Вполне возможно, едва из таких. А так, ну, сколько? Неделю-две нужно, чтобы едва и набрал нормальную физическую форму. А дальше зависит только от того, как будут показывать себя защитники локомотива. Мне нравится форма Рыбчинского. На какой позиции ты бы хотел его видеть? Если Рыбчинский будет всегда играть так, как сегодня, то на позиции правого защитника он прям очень хорош. Надеюсь, трибуны откроют к следующему матчу. Мы обязаны посвистеть мухе, но это было бы неплохо. Инсайдеры уже пишут, что Азмун в Байер уходит. Ну, пускай уходит. Только что он уходил в Рому, кажется, или куда там его видели основным форвардом. Почему Семина никто не хочет? Откуда же я знаю? Почему могли посадить Пабло-то? Ну, вариантов два. Либо не устроила игра с Зенитом, либо у него микро-повреждения. И решили, что лучше не расковать Пабло перед игрой с ЦСКА, а поставить Макеева на Арсенал. Тим, как считаешь, Комано Вингер на фланге как игрок основы в схеме 4-2-3-1 будет успешен и эффективен? Пока ничто не говорит о том, что Комано Вингер будет эффективен. Главное, что должен делать Вингер, это делать передачи внутрь штрафной. Я не вижу ни одной передачи, не вижу ни одного смещения с ударом от Комано, которое было бы сколько-нибудь опасным. Это меня очень сильно нервирует. Показанки. Вопрос, кого выделил бы по первым двум матчам. Но учитывая, что у нас один матч играл один состав, другой матч играл другой состав, выделить мне ровным счетом некого по двум матчам. В первом матче был блистательный Петров, был хороший Зарецкий. Во втором матче качественно отыграл Петухов. Ну, Петухов и в первом матче качественно играл, но здесь он прямо выделялся. И Иваньков, который гол забил, да, он большой молодец. Ну, по большому счету выделить особо некого. Во время твоего стрима писал в поиске Локомотив и первый в очереди был твой стрим. Ну, потому что, видимо, на нем было больше всего народу. С ЦСКА у Николича в прошлом сезоне 1-0-2-0-3-0. Стоит ли ожидать 4-0 на следующей неделе? Как знать, как знать. У нас Академия только центральных полузащитников выпускает. Сегодня опять вышли, собирался только эта позиция. Ну, Бабкин это, вообще-то говоря, не наша Академия. Человек из Анжи приехал, на секундочку. Петров вообще может на любой позиции сыграть ему по барабану, где играть в футбол, лишь бы играть в футбол. А так, знаете, в чем суть на самом деле? Именно эту позицию гораздо проще ввести в состав. По большому счету от тебя ничего не зависит. Кроме тебя там есть еще 3-4 игрока, которые подстрахуют. Если ты выпадешь в центре поля, ну и ладно. Если ты нападающий, то, ну, будь добр, забивай. Если ты защитник, если ты обосрешься, то из-под тебя забьют. А в центре поля, ну, ты что-то там где-то что-то бегаешь, что-то делаешь, пасик отдал, пасик принял, туда побежал, сюда побежал, ну, вроде не испортил. Поэтому центральных полузащитников гораздо проще внедрять, чем нападающих, например. Да, потому что ты поставишь, не знаю, Никишина, он раз не забьет, два не забьет, три не забьет. Ну и все, ну и больше нет никого в Никишина. А центрального полузащитника раз поставил, два поставил, три поставил. Ну и ладно. Все равно Куликов хороший игрок. Смотрел стрима от тебя, Кузьмича, Барзыкина, Ванюшова. Рядом с тобой просто никто не стоит, рад, что ты болеешь за Локомотив. Спасибо большое. Меня максимально умиляет комментарий болельщиков на фан-сайтах, что нужно уволить полкоманды после первого тайма. И я рад, что есть документальное свидетельство того, что я всех успокаивал в первом тайме и говорил о том, что Локомотив не играет плохо. что я верил в команду. А еще, еще знаете, что еще? Я вчера скачивал и пересматривал футбол России 2007 года после матча Локомотив Крылья Советов, в которых Локомотив после первого тайма проигрывал 2-0, а потом выиграл 5-2. Не знаю уж, это совпадение, но главное верить в команду. В том матче я, кстати, тоже, это был матч, который я был в пресс-секторе, и я тоже при счете 2-0 говорил, что, ну, Локомотив, ну, хорошо играет, ну, да, пропустили 2, но играет-то хорошо, в любой момент все может перевернуться. Оно взяло и перевернулось. Кайф, кайф. Сегодня не хватало Эдера. В тот момент, когда смотришь стима еще с сезона Кучука. Господи, уже 7 лет прошло. Я не помню, чтобы я стримил в сезон Кучука, если честно. Видосов, да, было очень много, но у меня, что, было еще и время и стримить тогда. Очень, очень странная история. Мне кажется, позже я начал стримить. Кажется, стримы, это все-таки сезон Божевича, наверное, был. Хотя, черт его знает. Честно, сейчас уже, конечно, восстановить все это очень тяжело, когда были первые стримы, по какому поводу и зачем. Первый стрим был вообще на Джастин ТВ, еще в 2008-2009 году. Просто решил запустить и посмотреть, что это такое. И все-таки золото легионерское место. Кого надо на по правому ПЗ или опорника? Правого ПЗ точно не нужно. Опорника, наверное, глупо, можно просто больше мухину насыпать. Центрального полузащитника. Я бы искал Центрального полузащитника. Потому что, если мы нападающего купим, но не сможем до него мячи доставлять, это будет хуже, чем если мы возьмем Центрального полузащитника, который добавит нам необходимого баланса и сможет доставлять мячи до наших имеющихся нападающих. Ну, в конце концов, Зе Луиш должен когда-нибудь поправиться. Ну, а если не поправиться, то, ну, просто разорвать с ним контракт и все. Возможно ли Стримчанский с Саярычем? Ну, теоретически ничего невозможного вообще говоря нету. Да, надо просто договориться, надо с ним нормально пообщаться, лично встретиться, пообщаться, рассказать, что как. Ну, как бы ничего такого в этом нету. Но для человека, который крайне не любит общение, любая такая вещь, это дополнительный стресс. У меня на самом деле будет в понедельник-вторник интервью с одним из тренеров Академии Локомотива. Так что я постараюсь, ну, это не будет стрим, не будет видеоинтервью, но я постараюсь вам контента завести и про Локомотив тоже. Да, там в основном будет про детский футбол, но про Академию Локомотив и как там все устроено, я тоже постараюсь поспрашивать. Едва еще и сборы с Байером не проходил, будет еще два месяца форму набирать. Почему два месяца? У нас сборы, в принципе, месяц длились. Набрать физическую форму, ну, это две недели, ну, максимум. Ну, да, наверное, вот две недели едва мы будем не видеть, но, не знаю, там, выход на замену на 90-й минуте, на это никакой формы не нужно. Небольшой поклонник Гедеша. Хороший футболист, на самом деле, но я бы подумал, кого бы взять еще. Вообще, хотелось бы, чтобы всякие Бабкина с Петровым внезапно выстрелили, у нас оказалась чемпионская команда, построенная на молодежи. Было бы очень здорово. Сегодня едва Петров не дебютировал, а потом бац, и мы забили победный гол. Пришлось выпускать более защищающегося Бабкина, чем атакующего активного Петрова. Но, прикольно сама опция, да, что Николич, когда думает о том, блин, мы играем 1-1, нам нужно усилить активность и усилить нападение, и он думает о том, чтобы выпустить Максима Петрова. Лично я счастлив. Я... Сколько я форсил Макса Петрова, и мне не верили, и вот, наконец-то, Максимка стоит на бровке, едва не дебютирует за локомотив. Я бы, наверное, от счастья расплакался, если бы его выпустили, если бы он еще и гол победный забил. А когда-нибудь его выпустят, и когда-нибудь он забьет победный гол, и тогда я расплачусь на стриме. Я безумно люблю этого парня. К слову о Петрове и Бабкине в голос смеялся от того, как второй комментатор троллил Генча за незнание этих ребят. Даже Википедию предлагал посмотреть. Генч завис и думал, как отшутиться. С Генча орал всю игру. Такими темпами Федя станет нашей главной опорой и надеждой. Главной вряд ли, но, ну, быть качественным игроком Федя может. Быть главной надеждой в это я... этого я от Федя не жду. Но если он хотя бы будет таким же полезным, как сегодня, да ради бога. Ради бога. Пару стримов было, а регулярно в сезон Боженьки начал стримить. С матча с крыльями в 2007 году началась моя болельческая карьера. Отец повел в бар прививать мне любовь к Лока. Я маленький после первого тайма говорил, что не отыграются, а отец уверял, что отыграем отлично и точно выиграют. После наших пяти мячей стал болельщиком КЗ. Генч прямо в репортаже Википедию открывал и даже выдал удивительный факт, что Сергей Бабкин 25 сентября родился. Нихрена себе. Вот это да! Вот это он, конечно, молодец! Так. Смотрю, у вас вопросы кончились. Что это вы? Два часа всего можете обсуждать уникальную победу Локомотива над Арсеналом со счетом 3-1. Вот это да! Ожидал от вас большего на самом деле. Ну ладно, ладно. Не буду вас сильно булить над этим. Половина первого прекрасно все понимая. Правда, завтра у нас выходной, можно и поддыхать. Если едва изобьет спаму, можно ли писать Е2-Е5? Это очень интересные рофлы. Да, я думаю, что шахматная тематика нас еще долго-долго не покинет. что, будем заканчивать? Будем заканчивать. Жду такого диктора на стадионе тогда. Кто сегодня диктором-то был? Кто-нибудь понял? Вы слышали на трансляции, был ли диктор вообще на этом матче? Виктор Степанов же сейчас в Токио. Плохо слышал, но он был. Тогда нужно разведать у людей, которые были на матче, а я знаю, что даже в чатике есть люди, которые были на матче, и узнать, что же все-таки за диктор, каким он был, хорошим или плохим. Диктор был, генич над этим стебался. В чате кинули его страничку. О, пойдем посмотрим. Ладно, спасибо, ребят, за то, что были сегодня со мной. Давайте посмотрим, есть ли нам кого зарейдить. Если что, приходите завтра на стрим ЦСКА Уфа к 8 часам где-нибудь подваливайте, посмотрим этот матчик, посмотрим нашего ближайшего соперника, обсудим весь тур российской премьер-лиги. Надеюсь, что этот формат вам тоже зайдет и будем так регулярно встречаться раз в недельку и обсуждать российскую премьер-лигу. Спасибо большое за фоллоу, спасибо огромное. Те, кто не подписался, подписывайтесь, у нас как минимум еще август будет достаточно веселый. А пока пойдем к нашему любимому усачу, он там гоночки проходит сеговские. Спасибо, пока. Пока. Продолжение следует...